Несмотря на то, что сложное инженерное сооружение, новый безопасный конфаймент, на этапе строительно-монтажных работ и объект еще не принят в эксплуатацию, в конце марта в его помещениях уже прошла первая противопожарная тренировка. Цель тренировки – отработка в режиме реального времени практических действий оперативного персонала по переводу системы пожаротушения сухотруб из режима готовности в зимний период в режим тушения пожара на объекте. И, безусловно, наработка навыков взаимодействия между подразделениями станции, воинской части, которая несет охрану ЧАЭС, и пожарно-спасательными подразделениями при вероятном пожаре на объекте. Тема тренировки, то есть исходное состояние было, водное, это возгорание вент-агрегата в помещении 401 технологического здания НБК. Условно, при выполнении пусконаладочных работ произошло короткое замыкание силового кабеля, что привело к возгоранию самого вент-агрегата и дальнейшие вещества. Персонал отрабатывал действия свои в соответствии с оперативным планом пожаротушения. Цель тренировки достигнута. Персонал качественно и своевременно вызвал пожарную часть, посредил, показал пути доступа, провел, выполнил инструктаж, выполнил подготовку и вручение допуска. Полезность таких тренировок еще то, что вот не дожидаясь еще полного завершения, как наш персонал, так и персонал пожарной части уже изучает объект, уже смотрит пути доступа, заезда. Да, есть некоторые моменты, которые, на мой взгляд, надо, может быть, действительно уделить им внимание с точки зрения все-таки сокращения времени выдачи допусков пожарной части на тушение пожара. Спасибо персоналу подрядчика, который, в принципе, как бы по сценарию тренировки был первым, кто обнаружил этот пожар. Он вызвал пожарное подразделение, сообщил начальнику смену станции и дальше шло все по программе. То есть, в принципе, пожарное подразделение подъехало в течение буквально 15 минут. Это достаточно хорошо, с учетом, где они находятся, проезды через охрану, через КПП. И уже по месту они уже расположились, начали разворачиваться буквально в течение 15 минут от момента сообщения пожарной части. В тренировке принимали участие персонал подрядных организаций, начальник смены станций, оперативный персонал ЦУНБК, электроцеха, цеха радиационной безопасности, личный состав 2-го отряда государственного пожарно-спасательной части по охране ЧАЭС, военнослужащие части 3041, а также персонал надзорных и контролирующих подразделений ГСПЧС. Весь процесс тренировки сопровождался дозиметрическим контролем. По правилам пожарная часть, когда приехала на объект, развернулась, она все равно ждет необходимые допуски, два допуска. Это допуск по радиационной безопасности, который выдает ЦРБ, и допуск по технологической безопасности, с учетом того, что в этом допуске показано, что отсутствует энергоснабжение более 1000 вольт.